Леонид Аникин только вчера получил на руки платежку за коммунальные услуги и очень удивился. Сумма строчки за отопление оказалась на 215 рублей выше, чем в январской расчетке. Но в том месяце большие платежи были понятны. Начиная с 3 января ударили 30-ти градусные морозы и держались несколько недель. Почему еще больше придется заплатить за отопление в сравнительно мягком феврале, ветерану труда непонятно. Плата за февраль больше, чем за январь, хотя февраль короче и теплее, чем январь был. А плата выросла. Ну вот какой-то парадокс получается. А вы кому-то вопрос тут задавали? Ну вот я в бухгалтере где-то все это делается вживо. Я задаю, она говорит, а нам предъявили, а мы что, мы раскладываем на вас и все. Сразу оговоримся, что высокие платежи в феврале пришли лишь в те дома, которые рассчитываются за тепло по показаниям коллективного теплощетчика. Так что речь не обо всех жителях города. И второе. Специалисты и должностные лица ЖУ-2, компании, которая управляет домом, где живет Леонид Аникин, действительно неохотно идут на контакт. В отсутствие руководителя главный бухгалтер компании, увидев нашу камеру, вообще покинула свое рабочее место и заперлась в кабинете инспектора отдела кадров. Экономист дала такие пояснения. Стоят приборы учета на всех домах. Снимаются показания электронно совместного с ТЭЦ. ТЭЦ предоставляет нам счета. Мы перераспределяем обряд. Причем, как позже выяснилось, в ЖУ делают все верно. Они снимают показания, а потом делят потребленные гигакалории тепла на квадратные метры квартиры. В чем секрет нам рассказали в теплосбытовой компании. Показания приборов учета нашей управляющей компании сдают в период с 23-го месяца так по 23-го следующего месяца. То есть у нас не с 1-го по 31-го, а сдвинуто на 5-7 дней. Соответственно, у нас произошла следующая картинка, что был, как бы сказать, подцеплен здесь январь, последние дни января. А они у нас оказались очень холодные, и отпуск оказался выше. Но это нормальное явление. Почему? Потому что, значит, в принципе, в следующем месяце это у нас опять будет все, как бы, скомпенсировано. Так что все объясняется методикой расчетов. И если бы коммунальщики сразу пояснили жильцам, что они ведут учет по теплу с 23-го числа по 23-е число следующего месяца, тогда и вопросов, и возмущений у людей было бы меньше. Виктор Лушников, Игорь Брюханов, Вести Хакасия.